Минстрой России планирует заменить плату за сбор и вывоз отходов новым коммунальным платежом. Это должно произойти 1 января следующего года. Появится базовый тариф на услуги по обращению твердых коммунальных отходов и нарватив мусора на одного человека. Из этих показателей и будут рассчитывать плату. Основное преимущество проекта в том, что сдавать сортированный мусор будет дешево, а где-то даже бесплатно. Платить придется только за вывоз баков со смешанным мусором. Сортировать отходы уже начали в Тимошевске. Бумагу и стекло жители сдают примерно по 1,5 рубля за килограмм. Пластик стоит дороже. Утилизация кубометра мусора в Тимошевске стоит 89 рублей. Если житель сдает в месяц по 10 килограммов сортированных отходов, то получит чуть более 90 рублей. Получается, что утилизация для него уже бесплатная. Примерно так же ситуация выглядит в Краснодаре и Геленджике. В кубанской столице захоронение кубометра мусора стоит около 92 рублей. Уже 30 килограммов мусора по категориям сделают утилизацию бесплатной, если в Краснодаре будет работать аналогичная Тимошевскую систему. В Геленджике тариф настолько демократичный, что 30 килограммов бумаги, стекла и пластика в отдельных упаковках условно могли бы освободить жителя от платы за мусор на несколько месяцев. Все расчеты сделаны по тарифу Тимошевска. Конечно, для каждого города они будут индивидуальны, когда система будет работать повсеместно. Сортированные и упакованные отходы – это сырье для вторичной переработки, которое скупают профильные предприятия. Но в России их слишком мало. Мы перерабатываем всего 7% всех отходов. На Кубани работает 6 точек переработки бумаги. Три из них находятся в Краснодаре, две в Сочи и еще одна в Крымске. Металлические отходы принимают заводы в Армавире, Северском районе и Республике Адыгея. С пластиком работают три предприятия в Краснодаре и по одному в Крымске, Абинске и Сочи. Производство в Крымске и Славянске на Кубани принимают на переработку стекло. А вот с использованной резиной, электроникой и ветошью в регионах не работает никто. Среднестатистическая российская семья из трех человек производит около 135 килограммов мусора в месяц. Почти все, что мы выбрасываем, можно использовать еще раз, но уже в другом виде. Производство вещей из вторсырья обходится дешевле вновь созданных изделий. Переработке легко поддаются тканям, поношенные джинсы используют в производстве банкнот и художественной бумаги для акварели. Из хлопка делают вылочную основу для линолеума, а транспортные компании закупают текстиль для оптирочных материалов. Древесные отходы прессуют в топливные гранулы, они отлично горят в печах и каминах. Из макулатуры раньше производили только туалетную бумагу и картонные коробки, а сейчас она идет на некоторые виды тканей и прочный кровельный рубероид. А тонна переработанной бумаги сохраняет 17 деревьев. Из отработанного пластика делают новую тару, его используют в создании надувных плотов и даже в строительстве. Измельченные покрышки превращаются в резиновые вещи, горючие для производственных печей и входят в состав дорожного покрытия. Большую часть металлов переплавляют в новые предметы, а органические отходы превращаются в альтернативное топливо. Для нашей страны самый распространенный вариант утилизации отслуживших в свой срок вещей – захоронение на свалке или полигоне твердых бытовых отходов. Лицензированный полигон ТБО – это сложная система, которая подразумевает безопасную и практичную утилизацию. Участок под него выбирают специально по требованиям СанПин. Спецтехникой рабочие снимают плодородный слой земли и роют котлован под будущий полигон. Дно углубления оборудуют дренажной системой и специальным экраном, который не пропустит фильтрат – токсичную воду в почву. Для сбора и вывода фильтрата под полигоном монтируют систему стоков. Только после всех этапов подготовки на полигон завозят упакованный в брикеты мусор. Слои отходов пересыпают землей, чтобы разложение проходило быстрее. Гниющие отходы выделяют углекислый газ и метан, которые в больших количествах усугубляют парниковый эффект. Их безопасный вывод обеспечивает система труб. Когда гора мусора становится внушительной, на ее поверхности прокладывают стоки, которые не дают токсинам просочиться в землю. Каждый полигон рассчитан на определенный объем отходов. И когда лимит заканчивается, приходит время рекультивации. Отходы покрывают слоем грунта и высаживают сверху деревья и кустарники, которые ускоряют разложение отходов. На возвращение участка бывшего полигоном ТБО в оборот уйдет около 30 лет. Устройство полигона представить себе довольно трудно. Зато с легкостью можно вспомнить стихийные свалки в лесополосах, на полях и вдоль дорог. Это просто гора мусора, который гниет, разлагается, горит или привлекает птиц и животных. Все токсичные продукты оттуда попадают в почву, воду и воздух. Вывозя мусор на такую свалку, помните, что футболка пролежит в земле целый год, а стеклянная банка увидит новое тысячелетие. О том, когда на Кубани создадут мусороперерабатывающий технопарк, смотрите в программе «Через край». Вы смотрели подробности. До свидания. Продолжение следует...